Продолжение следует... 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 ноздри вдыхать воздух того далекого места, нашу волю выбирать между несколькими предложенными ими же замыслами, а все наше существо верить, что окружено этим или, по крайней мере, колеблется между давнишним и настоящим, испытывая головокружение от нерешительности, подобно тому, какое испытываешь порой перед невыразимым видением в момент засыпания. Таким образом, то, с чем соприкоснулось это трижды или четырежды возрожденное во мне существо, возможно, как раз и было фрагментами существования, изъятыми у времени, но это созерцание, пускай и созерцание вечности, было мимолетным. И все же я осознавал, радость, что она дарила мне несколько раз всю мою жизнь, была единственной плодотворной и подлинной радостью. Разве о неплодотворности и неподлинности других мы не догадываемся порой по невозможности нас удовлетворить? Вот, к примеру, светские удовольствия, после которых не остается ничего, кроме дурноты, как после несвежей пищи. Или дружбы, не более чем притворство, ведь художник, который, неважно какое оправдание приводит он сам, жертвует часом работы ради болтовни с приятелем, знает, что приносить реальность в жертву чему-то несуществующему. Поскольку друзья являются таковыми лишь в тихом помешательстве, что настигает нас несколько раз на протяжении жизни. Причем мы добровольно поддаемся ему, хотя мы в то же время достаточно умны, чтобы понимать, в чем заключается безумие сумасшедшего, который беседует с предметами обстановки, полагая, будто они живые. А порой по грусти, что всегда следует за удовлетворением этих желаний, вроде той, что почувствовал я в тот день, когда меня познакомили с Альбертиной, сделав незначительное усилие, чтобы добиться того, чего я хотел, познакомиться с этой девушкой. Впрочем, и результат показался мне незначительным. Возможно, от того, что я все-таки добился его. Даже радость более глубокая, как та, что должен был чувствовать я, любя Альбертину, в действительности осознавалась лишь опосредовательно, как противоположность тревоги, которую я испытывал, не видя ее рядом. Потому что, когда я точно знал, что она вот-вот появится, как в тот день, когда она вернулась с Тракадера, я, кажется, не чувствовал ничего, кроме легкой скуки. Но при этом я приходил в возбуждение по мере того, как все больше наполняя радостью в меня проникал звук. Звяканье ложки, вкус, аромат Мадленки, который впустили сюда, в эту комнату, комнату тети Леонии, а за ней и весь камбре с обеими его сторонами. И вот теперь я решил, что надо зацепиться, наконец, за это созерцание сущности вещей, зафиксировать его. Но как? Каким способом? Конечно же, в тот миг, когда жесткая салфетка вернула мне Бальбек, какое-то мгновение ласкало мое воображение, причем не только видом моря, таким, каким было оно в то утро, но ароматом комнаты, прикосновением ветра, легким чувством голода перед обедом, сомнением, какую из прогулок предпочесть. И все это, вызванное прикосновением салфетки, словно навеянное тысячу крыльев ангелов, дающих тысячу взмахов в минуту. Конечно же, в тот миг, когда неровные плиты вернули к жизни эти ссохшиеся и сжавшиеся картины Венеции и часовни Святого Марка, продлили их и продолжили во всех направлениях и всех измерениях, благодаря множеству ощущений, испытанных мною когда-то, соединивших площадь с церковью, пристань с площадью, канал с пристанью, со всем, что видимо зрением и со всем, что видимо только разумом. Я попытался, если не заскользить вновь по каналам Венеции, всегда вне зависимости от времени года, для меня весенним, то, по крайней мере, хотя бы возвратиться в Бальбек. Но я не позволил себе ни на мгновение задержаться на этой мысли. Мало того, я знал, местности не бывают такими, какими рисовало мне их название, а только лишь в сновидениях передо мной расстилался какой-то неведомый край, сотканный из чистой материи, совершенно отличный от обычных вещей, которые можно увидеть, потрогать. И это была материя моих представлений об этих вещах. Что же касается образов совсем иного рода, образов воспоминаний, я помнил, что, живя в Бальбеке, не находил его особенно красивым. И даже красота, оставшаяся мне в воспоминаниях, не соответствовала красоте того Бальбека, что я нашел во время второго своего приезда. Я на собственном опыте осознал невозможность достичь в действительности того, что находилось в глубине меня. А еще я понял, что не на площади Святого Марка и не во время второго своего путешествия в Бальбек, и не тогда, когда я вернулся в Тенсанвиль, повидать Жильберту, а при ту я утраченное время. И путешествие, в очередной раз дающее иллюзию, будто все эти прежние впечатления существуют где-то вне меня, в каком-то строго обозначенном месте, было вовсе не тем средством, что я искал. И я хотел лишний раз самообольщаться. И я хотел лишний раз самообольщаться, потому что мне важно было узнать наконец, возможно ли в самом деле постичь того, что я испытывал всегда одно лишь разочарование в виде какой-то местности или в присутствии каких-то людей. Хотя однажды пьеса для концерта Дейнтеля, казалось, доказала мне совсем противоположное, полагал неосуществимым. В общем, мне совершенно не хотелось продолжать свои опыты в том направлении, которое, как я узнал уже давно, ни к чему привести не могло. Такие впечатления, как те, что я пытался зафиксировать, могли лишь померкнуть от соприкосновения с непредвиденной радостью, которая была бессильно их породить. Единственным способом насладиться ими всецело было попытаться полностью осознать их там, где они находились, то есть во мне самом, высветить их до самой глубины. Мне не надо было познать радость Бальбеке, счастье жить с Альбертиной, которое я осознал как счастье лишь много после. И перебирая в памяти разочарования собственной жизни, прожитой так, как была она прожита, которые заставили меня поверить, будто реальность ее заключается не в действии, а в чем-то другом, между этими различными обманутыми надеждами, я не мог поставить знака равенства. Даже совершенно случайно, но угад следуя за обстоятельствами моей жизни, я осознавал, что разочарование в путешествии, разочарование в любви и в действительности было одним и тем же разочарованием, просто разными его видами. Какие, в зависимости от обстоятельств, в которых они проявляются, принимает наше бессилие проявить себя, реализоваться в каком-то материальном наслаждении, в реальном действии. И думая вновь об этой вневременной радости, порожденной то звяканьем ложечки, то вкусом Мадленке я повторял себе. Быть может, именно такое счастье, та небольшая музыкальная фраза и подарила Свану, который ошибался, полагая, будто счастье это любовное наслаждение, и так и не смог отыскать его в творчестве. То счастье, благодаря которому еще более неземным, чем коротенькая фраза сонаты, мне показался яркий, таинственный призыв этого септета, который Сван не мог узнать, потому что умер, как и многие другие, прежде чем истина, предназначенная для них, была им открыта. Впрочем, она была ему и ни к чему, ибо фраза эта могла, конечно, олицетворять призыв, но не могла породить силу и сделать из Сван и писателем, каковым он не был. Впрочем, размышляя обо всех этих всплесках памяти, я догадался в какой-то момент, что хотя и несколько иначе, но эти неясные ощущения, когда-то, например, в Камбре, в стороне германтов, уже владели моими мыслями, как некие смутные воспоминания, но скрывали в себе не прежнее впечатление, а совершенно новую истину, бесценный образ, что я пытался воспроизвести, прибегая к тем же усилиям, с помощью которых старался вспомнить нечто, как если бы самые прекрасные наши идеи были подобны мелодиям, что возвращаются к нам, хотя нам никогда раньше не приходилось их слышать, и мы изо всех сил пытаемся вслушаться в них, переложить на ноты. Я припомнил не без удовольствия, поскольку это доказывало, что уже тогда я был таким же, как теперь, и, следовательно, это составляло одну из основных черт моей натуры, и в то же время с грустью, поскольку это означало, что с тех пор я совершенно не переменился, что уже в Камбре я тщательно фиксировал в мыслях какой-то образ, который прямо-таки заставлял обратить на себя мое внимание. Облако, птичий клин, колокольню, цветок, камешек, смутно чувствуя, что было за всеми этими знаками нечто другое, что я должен попытаться разгадать какая-то мысль, которую они передавали с помощью иероглифов, хотя казалось, будто это самые обычные предметы. Конечно, расшифровка была трудной, но только она позволяла прочесть кое-что истинное, потому что те истины, которые разум выхватывает непосредственно из ярко освещенного окна в мир, не так глубоки, не так необходимы, как те, что жизнь порой даже против нашей воли передала нам через ощущение. Безусловно, ощущение материальное, поскольку проникло в нас через наши органы чувств, но из которого мы можем высвободить дух. Иными словами, в том или ином случае шла ли речь о впечатлениях, например, вид колокольни Мартенвилля или смутных воспоминаниях, о двух неравных плитах или вкусе Мадленки, было необходимо попытаться истолковать эти ощущения, как знаки и законов, и идей одновременно, стараясь продумать, то есть извлечь из тьмы то, что я почувствовал, превратить знаки в их духовный эквивалент. А существовало ли для этого лучшее средство, а по моим представлениям вообще единственное, чем создать произведение искусства. И уже начинали в моей голове тесниться возможные варианты, ибо шла ли речь о смутных воспоминаниях, вроде звяканье ложечки или вкусу Мадленки, или же об истинах, начертанных с помощью фигурок, смысл которых пытался найти я в своей голове, где все эти колокольни, ковыли, ковыли, составляли какую-то тарабарщину, запутанную и цветистую. Их первая буква была уже предложена мне как данность, и я не был вволен выбирать ее. Я чувствовал, что это и была печаль, удостоверяющая их подлинность. Я не искал специально две неровные плиты во дворе, о которой споткнулся. Именно случайность, неизбежность и ничто иное, выверяли подлинность возрожденного прошлого, образов, высвобожденных у памяти, поскольку мы чувствуем их усилие взмыть вверх, как чувствуем радость обретенной реальности. Помимо этого, они удостоверяли достоверность картины, составленной из нынешних впечатлений, с безукоризненным чувством пропорций света и тьмы, откровенности и недосказанности, воспоминаний и забвений, о чем сознательная память или наблюдение по-прежнему не имеют ни малейшего представления. Что же касается книги, испещренной незнакомыми знаками, причем рельефными знаками, которые я, исследуя собственное подсознание, находил, задевал, огибал, как водолаз, измеряющий глубину, при чтении которых я не мог воспользоваться ничьим советом. Само это чтение тоже представляло собой творческий акт, в котором никто не мог ни заменить меня, ни даже читать вместе со мной. Так сколько же свернули с пути, не желая писать это? Сколько сделано усилий, чтобы избежать это? Любое событие, будь то дело Дрейфуса или же это война, явились для писателей оправданием, лишь бы не разглядывать эту книгу. Не разгадывать эту книгу. Им, желавшим обеспечить торжество справедливости, восстановить нравственное единство нации. Разумеется, некогда было подумать о литературе. Но это были всего лишь отговорки, потому что они не обладали или уже не обладали гением, то есть интуицией. Ибо интуиция подсказывает цель, а разум находит способы от нее уклониться. Вот только отговоркам нет места в искусстве, намерение здесь не в счет. И художник в любой момент должен быть готов услышать свою интуицию, потому что искусство это и есть то, что реальнее всего на свете. Самая суровая школа жизни, самый истинный высший суд. Эта книга, самая трудная для расшифровки, является в то же время единственной книгой, которую продиктовала нам реальность. Единственной, где ощущение внушено самой реальностью. О какой бы идее, подаренной нам жизнью, не шла бы речь, ее материальная форма, отпечаток реальности по-прежнему является гарантией ее истины. Идеи, сформулированные чистым разумом, обладают лишь потенциальной истиной, истиной, требующей доказательств. Их выбор произволен. И лишь книга, написанная иносказательными знаками, начертанными не нами, является единственной нашей мечтой. Не то чтобы излагаемые нами идеи не могут быть справедливы. Логически это возможно, просто мы не знаем, истинны они или нет. Только лишь впечатление, какой бы чахлой ни казалась нам его материя, какими бы неразличным след является критерием истины, и из-за этого одного лишь оно достойно быть воспринято духом. Ибо только оно одно способно, умея извлечь эту самую истину, довести ее до еще большего совершенства и доставить чистую радость. Впечатление для писателя то же самое, что для ученого эксперимент, с той лишь разницей, что у ученого работа разума стоит на первом месте, а у писателя на втором. А то, что нам не нужно расшифровывать, не нужно прояснять нашим собственным стараниям, это было уже ясно и до нас. Это просто не наше. Наше лишь то, что мы извлекаем из мраков, которые погружены, и то, чего не знают другие. Косой луч заходящего солнца внезапно напомнил мне о времени, в котором я никогда не вспоминал прежде. Когда в раннем моем детстве, поскольку тетушка Ливония лежала в лихорадке, которую доктор перспещил синонимом брюшного тифа, меня на неделю переселили в небольшую комнатку и в лалии на площади перед церковью, где на полу лежал лишь плетеный коврик, а на окне висела паркалевая занавеска, пропускавшая солнце, к которому я не привык. Видя, как воспоминание об этой крошечной комнатке нашей бывшей служанки вдруг добавило к моей прошлой жизни огромное пространство, столь отличное от остального и столь блаженное, я по контрасту подумал о том, что самые пышные празднества в самых роскошных особняках, напротив, не оставили у меня абсолютно никаких впечатлений. Единственное, что было грустно в этой комнатке и в лалии, так это то, что по вечерам из-за близости виадука здесь слышны были крики поездов. Но поскольку мне было известно, что рев этот издавали управляемые и отлаженные механизмы, они не ужасали меня так, как в доисторические времена могли бы испугать крики мамонтов, свободно разгуливающих неподалеку. Итак, я пришел уже к тому выводу, что мы отнюдь не свободны перед произведением искусства, что мы творим его отнюдь не по собственной воле, но поскольку оно уже раннее, до всего, до замыслов существует в нас и является объективной, но скрытой реальностью, мы должны открыть его как закон природы. Но это самое открытие, которое заставляет нас сделать искусство, не является ли оно в сущности открытием того, что должно быть нам дороже всего на свете и что обычно остается так и непознанным. Это наша собственная жизнь, реальность, именно такая, какой мы ощутили ее, и столь отличная от той, которой мы привыкли верить, и что наполняет нас невыразимым счастьем, когда какая-нибудь случайность вдруг дарит нам истинное воспоминание. Я смог убедиться в этом, осознав лживость и фальшь так называемого реалистического искусства, которое не было бы столь обманчиво, не заимей мы сами привычку давать всему, что чувствуем отображение, столь отличное от наших чувств и которое по прошествии некоторого времени мы принимаем за саму реальность. Я понимал, что мне не следовало бы забивать голову разными литературными теориями, которые так взволновали меня когда-то. А именно теми, что излагали критики в разгар дела Дрейфуса. И вновь взяли на вооружение во время войны, когда во время войны, которые призывали художника покинуть свою башню из слоновой кости и обратиться к сюжетам не легкомысленным и сентиментальным, но же описующим, например, массовые движения рабочих, и, по крайней мере, изображать не всяких там праздных ничтожеств. Должен признаться, мне совершенно не доставляет радости описывать всех этих бездельников, говорил Блок, но благородных интеллектуалов или героев. Впрочем, даже если оставить в стороне логическое содержание всех этих теорий, мне казалось, они свидетельствуют о слабости и зависимости людей, их излагающих. Так хорошо воспитанный ребенок, услышав от людей, у которых он обедает, следующее заявление. Мы говорим правду, мы искренне и откровенны. Чувствуют, что подобное высказывание свидетельствует о нравственных качествах более низких, нежели простой бесхитростный поступок, не требующий никаких слов. Истинное искусство обходится без громких лозунгов и совершается в тишине. Впрочем, люди, которые теоретизировали подобным образом, употребляли устойчивые выражения, до странности похожие на те, какими пользовались всякие идиоты и таким образом компрометировали их. И, быть может, об уровне интеллектуального и нравственного труда следует судить не по эстетической манере, а скорее по качеству языка. Но происходит совсем противоположное. Это качество языка для того, чтобы изучать законы человеческой природы, не имеет значения, какие сюжеты использовались для этого – серьезные или легкомысленные. Как прозектору совершенно безразлично, чье тело используют для изучения анатомии – тело идиота или гения. Точно так же для великих законов нравственности, как и для изучения закона кровообращения или почечной функции, не имеет значения, какими интеллектуальными достоинствами обладает индивидуум, которое, как кажется теоретикам, не имеет никакого значения, а те, кто поклоняется теоретикам, с готовностью верят, будто оно нисколько не свидетельствует о высоком интеллектуальном уровне. Уровне, которое необходимо им, необходимым для того, чтобы уметь различать его, понять, как оно выражено. Оно, по их мнению, никак не связано с красотой образа. Вот почему писатель чувствует сильнейший соблазн создавать интеллектуальные произведения. Редкостная безнравственность – произведения, изобилующие теориями, подобно вещи, на которые поставили этикетку с ценой. Вот только этикетка подчеркивает стоимость вещи, в то время как в литературе любое логическое рассуждение эту стоимость уменьшает. Рассуждать – значит блуждать. Такое происходит всякий раз, когда не хватает сил, чтобы заставить себя бережно пронести образ через все расстояния последовательно и в результате добиться яркости и выразительности. Реальность, которую нужно отобразить, заключается, как я понимал это теперь, не во всем очевидном сюжете, но в той глубине, где эта самая очевидность не имеет значения, и доказательства тому – стук ложки о край блюдца, жесткость крахмальной салфетки, которые для моего духовного обновления оказались более ценны и значимы, чем бесчисленные разговоры, гуманистические, патриотические, антивоенные и философские. Довольно стиля, доводилось мне слышать когда-то, довольно литературы, нужно больше жизни. Можно себе представить, как самые простенькие теории господина Де Норпуа против флейтистов во время войны словно получили второе дыхание. Ибо все те, кто не имеет художественного чутья, иными словами, не умеет подчиниться внутренней реальности, бывают наделены способностью бесконечно долго рассуждать об искусстве. Стоит только им помимо этого оказаться еще дипломатами или финансистами, вовлеченными в реалии нынешнего времени, они уже искренне готовы поверить, будто литература есть некая игра ума, которая в будущем постепенно, но неизбежно сойдет на нет. Некоторые из них желали бы, чтобы роман был чем-то вроде синематографического дефиле. Это представление совершенно абсурдно, нет ничего более чуждого нашему восприятию действительности, чем подобный синематографический взгляд. Поскольку, входя в эту библиотеку, я вспомнил, что именно говорили ганкуры о прекрасных оригинальных изданиях, которые в ней хранятся. И я дал себе слово взглянуть на них, коль скоро мне довелось здесь оказаться. Продолжая свои размышления, я один за другим, не обращая особого внимания на остальное, вытаскивал драгоценные тома. Когда вдруг, рассеянно открыв один из них, а именно Франсуана и Деныш Жорж Сант, я был поражен неприятным ощущением, столь несоответствующим моим нынешним мыслям, когда, охваченный смятением, едва не вызвавшим у меня слезы, вдруг понял, насколько все же это ощущение к ним подходило. В то время, как в доме умершего служащие похоронной компании готовятся вынести гроб из комнаты, а сын человека, верой и правдой служившего родине, пожимает руки последних друзей, вдруг под самыми окнами раздается звук фанфар, и сын умершего возмущен, сочтя подобное издевательством над своим горем. Но тут же он, который до сих пор справлялся со своими эмоциями и не терял самообладание, не может сдержать слез. Он понял, что бывший полк его отца этой музыкой присоединился к его горе и отдает последнюю дань умершему. Точно так же я только что осознал, до какой степени соответствует моим нынешним мыслям тягостное ощущение, которое я испытал, прочтя название одной из книг в библиотеке принца Германского. Название, которое навело меня на мысль, что литература в этом смысле дарит нам этот мир тайны, в чем я уже начал было сомневаться. И при всем том, книга эта не была какой-то уж особенной. Это был всего-навсего Франсуана Иденыш. Но это название, как и имя Германтов, лично для меня отличалось от тех, которые я узнал после. Оно пробудило во мне воспоминания о том, что казалось мне необъяснимым в сюжете книги Жорж Сан Франсуана Иденыш, когда мама читала мне ее в детстве. Точно так же в имении Германтов, когда я не видел их уже долгое время, заключалась для меня сущность самого кодекса феодализма, как в названии Франсуана Иденыш, сущность романа. И вытеснило на какое-то время расхожее представление о том, что есть вообще эти берийские романы Жорж Сан. Какое-то время, во время какого-нибудь званого обеда, когда можно не углубляясь скользить по поверхности, я мог бы, конечно, поговорить и о Франсуаной Иденыша, и о Германдах, никак не связывая их с Камбре. Но оказавшись, как сейчас, в одиночестве, я погружался в глубины совершенно невероятные. В такую минуту мысль о том, что какая-нибудь особа, с которой я познакомился в свете, была родственницей герцогини германской, то есть персонажа из волшебного фонаря, казалась мне абсолютно непостижимой. Точно так же самые прекрасные книги, прочитанные мной, оказались, не скажу даже лучше, хотя на самом деле так оно и было, но равны этому восхитительному Франсуаной Иденышу. Это было очень давнее впечатление. Здесь оказались любовно перемешаны мои детские и семейные воспоминания, которые я распознал не сразу. В первое мгновение я с негодованием выпорошал, кто этот незнакомец, причинивший мне только что такую боль. А незнакомцем, которого возродила к жизни эта книга, оказался я сам, тот ребенок, каким я был когда-то. Потому что, не зная меня, а зная только этого ребенка, книга его и позвала, желая быть увиденной лишь его, а не моими глазами, любимой лишь его сердцем и желая говорить лишь с ним. Так эта книга, которую мать читала мне вслух в камбре почти до самого утра, сохранила для меня все очарование той ночи. Конечно же, перо Жорж Санд, если использовать выражение Брешо, который так любил повторять, что такая-то книга написана бойким пером. Вовсе не казалось мне, как казалось когда-то давно моей матери, пока она постепенно не стала выверять свои литературные вкусы моими, волшебным пером. Но это было перо, которое я сам того не желая заряжал электричеством. Как порой развлекаются школьники. И вот уже сотни мелочей рядом из камбре, которые я давно уже перестал замечать, получив этот электрический разряд, вдруг вытянулся в ряд и повисли, зацепившись одна за другую намагниченными клювиками, образовав бесконечную и дрожащую цепочку воспоминаний. Иные умы, увлеченные мистикой, склонны верить, будто на предметах остается некий след от взгляда, которым на них смотрят, и что памятники и картины предстают перед нами словно окутанные вуалью, сотканной за многие века любовью и созерцанием стольких восхищенных почитателей. Подобная фантазия могла бы быть правдой, а кажись она перенесена в ту область, где царит единственная для каждого реальность, то есть владение его собственных чувств. Да, в этом смысле и только в этом, хотя на самом деле он гораздо шире, тот предмет, на который мы уже смотрели прежде, представ пред нашим взором, вновь приносит нам и нашему взгляду, который мы на нем остановили, те образы, что возникали когда-то. Дело в том, что предметы, например, книга в красной обложке, такой же, как и другие, будучи замечены и восприняты нами, становятся чем-то внематериальным, состоящим из той же субстанции, что все наши тогдашние заботы или ощущения, и неразличимо сливаются с ними. Между слогами, составляющими имя, прочитанное когда-то в книге, живет порыв ветра или солнечный луч, если тогда действительно дул ветер или светило солнце. Так что литература, довольствующаяся просто описанием вещей, представляющая всего лишь строчки и верхний слой, хотя и называется реалистической, на самом деле далека от реальности, как никакая другая. Именно она больше всего объединяет и огорчает нас, потому что резко и грубо обрывает всякую связь нашего нынешнего «я» с прошлым, сущность которого хранят предметы и с будущим, где они пробуждают нас вновь насладиться этой сущностью, ибо именно ее должно выражать искусство, достойное называться таковым. И если это не удалось, из его бессилия тоже можно извлечь урок, а из удачи реализма нет, и состоит он в том, что эта самая сущность отчасти субъективна и непередаваема. Более того, то, что мы пережили в какой-то момент своей жизни, книга, что мы прочли, оказывается навсегда связана не только с тем, что окружает нас, она остается верна нам, таким, каким мы были в те времена, и отныне может быть заново прочувствована и продумана лишь чувствами и мыслями той особы, какой мы в ту пору являлись. И если я вновь беру с книжной полки Франсуана Иденыша, во мне мгновенно пробуждается и занимает мое место ребенок, который один лишь и имеет право прочесть это название. Франсуана Иденыш. И читает его так, как читал когда-то, с тем же ощущением прохлады, что-то царило тогда в саду. С теми же мыслями о жизни и о тех местах, что его окружали. С той же тревогой о завтрашнем дне. А стоит мне вновь увидеть нечто, относящееся к другому, более позднему времени, появится молодой человек. А моя нынешняя личность, всего-навсего выработанный карьер. Может показаться, что его содержимое однообразно и неинтересно. Но каждое воспоминание, как гениальный скульптор, извлекает из него многочисленные статуи. Я сказал предмет, что представляет перед нашим взором, вновь. Ибо книги ведут себя в данном случае, как предметы. То, как перегибается корешок, зернистость бумаги. Все это может хранить в себе такие же яркие воспоминания о том, как я представлял себе тогда Венецию. И как мечтал поехать туда, что и сами фразы на странице. И даже еще более яркие, потому что фразы порой даже мешают, как фотографии человека, которые дают более смутные представления о нем, чем наши воспоминания. Конечно же, если говорить о большинстве книг моего детства и, увы, о некоторых книгах самого Эбергота, коль скоро, однажды вечером, мне усталому и случается взять их с полки. Это походило на то, как если бы я сел в поезд в надежде отдохнуть, созерцая различные вещи и вдыхая атмосферу прошлого. Но бывает порой, что длительное чтение книги, напротив, становится помехой этому столь желанному воскрешению прошлого. Так случилось с одной из книг Бергота, которая здесь, в библиотеке принца, была снабжена посвящением, невероятно пошлым и угодливым. В ней, прочитанной мной когда-то зимним вечером, когда я не мог увидеться с Жильбертой, теперь мне не удалось отыскать фразы, которые я так любил. Судя по некоторым знакомым мне словам, вот они, эти фразы, но нет, вроде бы не они. Где красота, что прежде я находил в них? Вот только снег, падавший на Елисейские поля в тот день, когда я читал этот том. Он-то никуда не делся, его я и вижу сейчас. Вот именно поэтому, попытаясь я завладеть библиофилом, вроде... заделаться библиофилом, вроде принца германского, я был бы совершенно необычным библиофилом. Та особая ценность книги, не зависящая от самих по себе ее достоинств, но которая для любителя измеряется тем, на полках, чьих библиотек она стояла, кому и в связи с какими обстоятельствами была дана, о ком из известных людей напоминает возможность проследить ее жизнь от продажи к продаже. Это, в каком-то смысле историческая ценность книги, не оказалось бы утрачено для меня. Но я бы, куда охотнее, не желая быть просто любопытным, избавил бы ее истории, от истории моей собственной жизни, и больше связывал бы ее не с конкретным экземпляром, но с самим произведением, как, например, этот томик Франсуана Иденыша, впервые увиденный в моей маленькой комнатке в Камбре той ночью, быть может, самой чудесной и самой грустной ночью в моей жизни, когда мне, увы, и в те времена, когда таинственные германты казались еще совершенно недоступными, впервые удалось добиться от родителей отречения от власти. И с этого дня начался отчет моей болезни и упадка моей воли, отказа с каждым днем все более решительного, от трудных задач, и вновь обретенный сегодня в библиотеке не кого-нибудь, а именно германтов, в тот самый прекрасный день, когда внезапно оказались так ярко озарены не только мои прежние робкие намерения, но и вся цель моей жизни, а быть может и искусство. Что касается самих по себе экземпляров книги, я мог бы, впрочем, заинтересоваться и ими тоже, и заинтересоваться искренне. Первое издание любого произведения было бы для меня более ценным, чем последующее, но через него я бы видел то издание, в каком прочел эту книгу впервые. Я бы разыскивал подлинники, я хочу сказать те издания, в которых эта книга дала мне первое подлинное впечатление, потому что все последующие впечатления подлинными не являются. Я коллекционировал бы прежнее сияние романов, сияние того времени, когда читал свои первые романы и сколько раз слышал от папы. Выпрями спину! Так платье, в котором мы видим женщину в первый раз, помогло бы мне вновь опорести прежнюю любовь, увидеть прежнюю красоту, на которую впоследствии наслаивалось столько образов, все менее и менее любимых. И все это, чтобы отыскать первый образ. Я, который уже не тот я, что видел ее прежде, и который должен был уступить место тому я, каким был тогда, если именно оно называет вещи, которые знала когда-то и которые мое нынешнее я уже не узнает. Но даже в том смысле единственном, который доступен моему пониманию, я не стал бы пытаться сделаться библиофилом. Я слишком хорошо знаю, что вещи обладают пористой структурой и пропитаны разумом. Моя библиотека, составленная таким вот образом, оказалась бы даже еще более ценной, ибо книги, прочитанные мной когда-то в Камбре, в Венеции, теперь, благодаря моей памяти, словно обогащенные новыми иллюстрациями, изображающими церковь Сен-Илер, гондол, пришлантованную к подножью Сен-Жор-Ле-Мажор и на Большом Канале, инкрустированном мерцающими сапфирами, стали бы сродни этим иллюстрированным альбомом, разукрашенным виньетками Библии, часословом, которые библиофил открывает не для того, чтобы прочесть, а чтобы в очередной раз вытхититься красками, которые добавил сюда какой-нибудь соперник Фуке, который и составляет всю ценность книги. И тем не менее, даже открывать эти книги, прочитанные когда-то, лишь для того, чтобы взглянуть на картинки, показалось бы мне столь опасным, что даже в этом смысле, единственном, который доступен моему пониманию, я не стал бы пытаться сделаться библиофилом. Я слишком хорошо знаю, что образы, порожденные разумом, с необыкновенной легкостью разумом же истираются. Он подменяет трежние образы новыми, которые не обладают той же способностью к воскрешению. И если бы у меня был еще Франсуан Айденыш, тот самый том, который мама вытащила однажды вечером из стопки книг, приготовленных мне бабушкой к празднику, я бы никогда больше не взглянул на него. Мне было бы слишком страшно принести туда мои сегодняшние впечатления и заслонить ими впечатления прежние. Мне было бы слишком страшно увидеть, как она, эта книга, станет до такой степени сегодняшней, что когда я попрошу у нее вновь окликнуть ребенка, которым я впервые разобрал ее название в маленькой комнатке в Камбре, этот ребенок не узнает ее голоса, не ответит на ее призыв и навсегда будет предан забвению. Идея народного искусства, равно как и искусства патриотического, казалась мне, если и не опасной, то по крайней мере нелепой. Если речь шла о том, чтобы сделать его доступным народу, принеся в жертву эстетизм и утонченность формы, пригодную для бездельников, то могу сказать, что я достаточно много общался со светскими людьми, чтобы знать, именно они настоящие невежды, а не монтеры или слесари. В этом смысле форма народного искусства больше бы подошла для членов жакей-клуба, чем для членов всеобщей конфедерации труда. Что же касается сюжетов, то эти так называемые популярные романы вызывают такую же скуку у простых людей, как у детей, сочиненные специально для них книжки. При чтении всегда пытаешься перенестись в другую обстановку. И рабочих также интересует жизнь принцев, как принцев жизнь рабочих. С начала войны господин Боррес утверждал, что художник, в данном случае Тициан, должен прежде всего служить славе своего отечества. Но он может служить ей, лишь будучи художником. То есть при условии, что в ту минуту, когда излучает эти законы, проводит эти эксперименты и совершает эти открытия, столь же сложные, как и открытия научные, в ту минуту не думает ни о чем другом, даже об отечестве, а только об истине, что перед ним. Не станем же уподобляться революционерам, которые из соображений гражданского долга отрицали, а то и уничтожали произведения Вато и Деллатура, художников, что прославили Францию куда больше, чем все эти деятели революции. Тщательный анализ – это, вероятно, не то, что выбрало бы нежное сердце, будь у него выбор. Отнюдь не доброта его целомудренного, по-настоящему доброго сердца побудила Шадерло де Лакло написать опасные связи. Нелюбовь к крупной или мелкой буржуазии заставила Флабера избрать такие сюжеты, как госпожа Вабари или воспитание чувств. Иные утверждали, будто в эпоху скоростей искусство будет лаконичным, как некоторые до начала войны предсказывали, что она продлится недолго. Точно так же железная дорога должна была бы убить созерцание, но не стоит жалеть о дилижансах, теперь автомобили выполняют их функцию и вновь доставляют туристов к заброшенным церквям. Образ, что предлагала нам жизнь, в действительности дарил нам в ту минуту разнообразные, нисходные друг с другом ощущения. Так, например, вид обложки, прочитанной когда-то книги, выткал в буквы заглавия «Лунные ночи», той далекой летней ночи. Вкус утреннего кофе с молоком дарит нам смутную надежду на хорошую погоду, что некогда, так часто, в те минуты, когда мы пили этот кофе из белой большой фарфоровой чашки, сливочной и ребристой, которая сама казалась вылеплена из загустевшего молока, когда начинающийся день был еще цельным и неповрежденным, начинало нам улыбаться в прозрачной переменчивости раннего утра. Час – это не просто час, это сосуд, наполненный запахами, звуками, планами, атмосферой. То, что мы называем реальностью, это некая связь между ощущениями и воспоминаниями, которые в одно и то же время окружают нас. Связь, отринувшая простое синематографическое видение, что тем дальше отходит от истины, чем больше претендует на слияние с нею. Единственная связь, которую должен отыскать писатель, чтобы навсегда соединить в своей фразе два различных понятия. Можно, конечно, последовательно выстраивать бесконечный ряд описания предметов, находившихся в том или ином описываемом месте. Но истина появится лишь тогда, когда писатель, взяв два различных предмета, установит их связь, аналог в мире искусства тому, что является единственной причинной связью в материальном научном мире и заключит их в окружность изящного стиля. То же самое и в жизни, когда, сравнивая общее качество духа различных ощущений, он высвободит их единую сущность, объединив то и другое, дабы избавить от условенности времени в одну метафору. Разве не сама природа, если смотреть с этой точки зрения, указала мне путь в искусстве? Разве не сама она явилась истоком искусства? Она, позволившая мне зачастую с большим опозданием осознать красоту вещи лишь через другую вещь. Красоту полдня в Камбре, через красоту колокольного звона, утро в Донсьере, через бульканье воды в нашей батарее. Эта связь может быть вовсе не интересной, вещи примитивными, а стиль убогим. Но не будь этого, не было бы ничего вообще. А ведь было гораздо большее. Если бы реальность заключалась именно вот в таких клочках жизненного опыта, более или менее идентичного для каждого из нас, потому что когда мы говорим плохая погода, война, стоянка экипажей, освещенный ресторан, цветущий сад, всем понятно, о чем именно идет речь. Если бы реальность заключалась только в этом, достаточно было бы чего-нибудь вроде синематографической съемки этих вещей, а понятия стиль или литература, отошедшие от своих первоначальных величин, стали бы просто искусственным приложением. Но разве реальность в этом, пытаясь анализировать, что именно происходит в то мгновение, когда некая вещь производит на нас некое впечатление, как в тот день, например, когда, проходя по мосту через Вивону, я невольно вскрикну.